Привезли на техническое обслуживание велосипед Стерн, который мы собирали два года назад, то есть летом или весной 2020 года, а сейчас у нас зима. 22 года, то есть два года прошло, значит задняя втулочка, чуть-чуть есть какие-то минимальные закусывания. Сейчас мы посмотрим, в каком там все состояние находится. Опять же, грязи здесь не очень много, человек ездит летом на работу каждый день, на 11 километров, как он сказал, то есть 22 километра в день летом пробег, и по выходным у него путешествия там разные, от 50 до 100 километров даже доходят. Значит, по передней втулке вообще проблем нет, втулки Joy-Tech, пыльники резиновые, хорошие, сейчас посмотрим, что внутри. У него основная проблема – это износ трансмиссии, потому что здесь у нас все китайское было, и при пробеге, ну тут точно больше 2000 он проехал, судя по подсчетам, смотрите, вот этот зубчик, вот этот зубчик, вот этот вообще мертвый, вот этот зубчик, вот этот зубчик, вот этот, то есть практически всю кассету он использовал полноценно, и практически все зубьем сточил, ну кроме вот самых, вот этих двух больших. Вот сверху покажу, как это выглядит. То есть очень-очень сильный износ трансмиссии, будем менять кассету, будем менять цепи, будем менять шатуны, потому что шатуны неразборные, там все три следы вместе. Но там интересно ничего нету, нам интересно, что же стало со втулкой за два года, какой износ. На этой втулке резиновый пыльник Он был смазан предварительно Чтобы он хорошо крутился И чтобы вода не проникала под смазку Потому что когда пыльник не смазан Вода может туда проникать легче Какое-то количество волос тут есть Но в целом Смотрите Практически грязь сюда никакая не проникла Чуть-чуть песочек по краю Сейчас посмотрим сколько там смазки И как она вырабатывается за 2 года Смазка достаточно чистая Но на шариках ее уже немного И вот так вот выглядит конус То есть дорожка начала появляться Но никаких серьезных повреждений пока нет Вот есть какие-то мелкие-мелкие царапинки А нет, вот уже видите появляется Вот точечка Вот она точка Вот из-за этой точки и хрустел Подшипничек Вот вторая точечка То есть конус надо Либо менять, либо отполировать Полировать будет дешевле Сейчас посмотрим что с другой стороны Со стороны кассеты у нас резинки нет никакой Вот видите сколько песка попадает в чашку И соответственно эта грязь проникает Также внутрь втулки Здесь тоже смазка уже практически вся выработалась Шарики плохо смазаны И вероятно какой-то песочек внутри есть Так вот выглядит конус Тоже какие-то царапинки присутствуют Так же как и волосы То есть вот сейчас мы эту втулочку обслуживаем Конуса сделаем хорошо Отполируем И она еще поездит Барабан Насколько я понимаю В хорошем состоянии Люфтов Минимальный люфт присутствует Но пока внутрь ничего не хрустит Соответственно мы почистим только все снаружи Внутрь барабана мы не полезем В таком вот состоянии шарики То есть видна и грязь И смазка Смазка недостаточно Скажем так долго ходила И она не вся еще испачкалась Здесь у нас 9 шариков Один шарик сейчас у меня упал внутрь Чтобы он не упал Я вот так вот подложил салфетку Вот смотрите сколько грязки Внутри втулки То есть и смазка частично чистая Но та смазка которая участвует в работе шариков и конусов Она уже грязная То есть необходимо ее поменять Чтобы увеличить ресурс втулки А со стороны тормозного ротора Видите Смазки очень много Потому что здесь была резинка Резиновый пыльник Который защищал эту смазку от падания грязи Но все равно внутрь проникала вода И видите вот эта вот смазка Желтенькая Что-то наподобие литола Но это не литол Она не защищает втулки от коррозии То есть вся втулка внутри Влага попадала И втулка видно что она достаточно сильно ржавая И вот так вот выглядят пыльнички Пластиковый пыльник со стороны кассеты И металлический пыльник И резиновый пыльник со стороны тормозного диска Снимаются они легко с помощью отвертки Со стороны кассеты Где не было резинового пыльника У нас вот такой вот износ дорожки То есть я бы не сказал бы, что он сильный Толк сейчас вытерто насухо Вот ватная палочка То есть грязи практически нет Совсем чуть-чуть вот здесь вот И вот там вот по краям Видно смазка Она чистая Просто с какими-то мелкими пылинками То есть со стороны кассеты У нас достаточно неплохое состояние втулки Но дорожка уже есть Напоминаю, втулки два года Так А со стороны тормозного диска Где был резиновый пыльник Почему-то ржавчина При этом тоже Посмотрите, состояние дорожки Очень хорошее То есть дорожка не изношена А по конусам У нас по конусам есть царапинки Соответственно, какой мы можем сделать вывод Для бюджетных втулок Впрочем, как и для втулок Shimano Необходимо втулки перебирать каждый год Тогда вы убережете свою втулку И она прослужит у вас дольше Но стоимость переборки втулки То есть если это вы делаете самостоятельно Это одно Потратите два часа Нанесете смазку И втулка будет служить очень долго А вот если вы это делаете в мастерской То если перебирать втулку каждый год Это дорого, это нецелесообразно То есть скорее всего Для тех, кто катается даже достаточно активно Даже самую грязь Вот как на примере предыдущей Shimano втулки Вы приезжаете через первые два года После покупки велосипеда Втулку перебирают Наносят новую смазку И втулочка служит еще два года И вот уже после четырех лет эксплуатации Примерно, плюс-минус Вы поймете Что, наверное, втулку пора менять Сейчас вот конуса помою Покажу их состояние Очень удобно вот такие лоточки Из-под разных продуктов использовать Внутрь положили салфетку И лоток не пачкается Сейчас пойдем мы все это дело мыть Снял я резиновый пыльник Со стороны кассеты И здесь вот тоже на одном В одном месте Есть точка На конусе Не могу я вам ее прицельно показать Сейчас попробую Вот она Плохо видно В общем, тоже конусо сейчас отполирую Все отмою И буду собирать втулку обратно Сначала я беру грязный обезжириватель То есть он изначально вот такой вот Прозрачненький А здесь он уже грязненький То есть после мытья многих втулок И в нем с помощью Самой моей любимой приспособы Зубная щетка Уже вот так стерлась Я сейчас буду вычищать Весь песок из втулки Все, 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 все Все, что там есть с песочком Все это вычищу И вся грязь останется вот в этом растворе Потом я емкость протру Чтобы она чистая была И уже чистым обезжиривателем Смою остатки масел И будет Ни одной песчинки не попадет у нас Соответственно В внутрь чистой втулки И потом Все это тряпочкой с салфеточками протру И опять лоточки в чистом отнесу Домой в теплое помещение Где я приступлю уже к смазке втулки И вот два конуса Полированный И не полированный У полированных уже дефектов нету никаких Ямок и кратеров А на не полированном еще есть Соответственно Не полированный здесь металл закаленный Он дольше служит А полированный уже часть металла сверху снята Какая-то там доля миллиметра И полированный конус прослужит меньше Поэтому вот этой втулочке То есть через два годика Этой втулочке Потребуется еще раз переборка И скорее всего Либо замена конусов уже Либо посмотрим Какое будет состояние втулок Потому что они ржавенькие Может быть придется менять втулки целиком Но пока еще два года Я думаю Что это спит проедет спокойно Получается вот такая гладкая Полированная поверхность Намного лучше Чем была изначально Потому что на любом поверхности металла Все равно какие-то царапинки присутствуют Здесь они заполированы максимально хорошо Но мы снимаем вот этот верхний цементированный слой металла Конуса типа закаленные Когда хорошие, они закаленные Когда китайские, они закаленные И вот смысл в чем Можно конус отполировать И он прослужит еще там Один-два года А можно поставить китайские конуса Они также прослужат один-два года Но они будут стоить денег И они будут другого размера И будут без этой резиночки Соответственно пока есть возможность Сохранить старые конуса Пока они не так сильно разбиты И пока не подаются полировке Мы можем их полировать А когда появляется уже кратер Такой достаточно сильный То есть чувствительный Тогда уже конуса не отполировать Приходится ставить новые Это уже денег стоит И, соответственно, срок службы таких конусов тоже небольшой, потому что они дешёвые китайские. А хорошие, дорогие конуса, это дешевле втулку уже тогда поставить на промподшипниках. Потому что сейчас стоимость втулок на промподшипниках практически сравнялась со стоимостью втулок на шариках. Но перед спецов колеса денег стоит, поэтому пока есть возможность, люди будут продолжать кататься на шариковых подшипниках, а потом будем их переводить уже на прома. Итак, теперь всё моем чистым обезжиривателем. Видно, что там внизу всё равно небольшой осадочек остаётся. То есть это вот то масло, которое изначально грязным обезжиривателем не смылось. Всё, теперь можно протирать каждую запчасть. Буквально за 5 минут она высохнет, потому что обезжириватель очень быстро испаряется. И можно собирать и смазать втулку. Намазали смазку в чашку, опустили шарики и намазали смазки ещё сверху. Использую Motul Naughty Grease. Это для моторов морских лодок, солёной в воде. Очень липкая, очень хорошо держится. И вот такой вот тюбик от Park Tool. Можно обычный шприц использовать. Я вот таким вот тюбиком удобным пользуюсь, чтобы наносить смазку. И сейчас соберу соцвет на вторую половинку. Здесь у нас получается лабиринтный пыльник. То есть сначала металлическая чашечка и сверху металлической чашечки. Потом ещё надевается резиновый пыльник. А с этой стороны пластиковый пыльник. И на конусе надет резиночка. Резиночка садится очень плотно. Её надо прямо аккуратненько расправлять отверточкой. И желательно смазать. И тогда у нас получается, что втулка крутится вообще отлично. Никакого закусывания нет. Ничего не люфтит. То есть вообще прям всё замечательно. Соответственно, по качеству, по грязезащите эта втулка лучше, чем Shimano. Втулка Joy-Tech. Название у неё никакого нет. Просто Joy-Tech от велосипеда Stern из Sportmaster. Но, к сожалению, сами конуса, они хуже по качеству, чем у Shimano. Не такие прочные и более дешёвые. Соответственно, ресурс у них сравнимый. Что у Shimano будет в грязи кататься, но с более качественным металлом. Что Joy-Tech с лучшими пыльниками, но с худшим металлом будет кататься. То есть всё равно два года. Это максимальный такой пробег до переборки. Два года откатались, перебрали втулку. Откатались ещё два года. И дальше уже смотрите, сколько эта втулка проживёт. И перед тем, как надеть резиновый пыльник, мы его тоже смазываем, чтобы он лучше скользил. И плюс создавалась такая плёнка, через которую в воде будет сложнее проникать и грязи. Сложнее будет проникать внутрь самой втулки. В принципе, всё. Переборка закончена. Ушло примерно два часа на переборку, полировку, чистку, мойку, смазку и обратную сборку. Ну, теперь зато будем точно знать, что эта втулка ещё два года отъедет без проблем. Если, конечно, не будет залезать вообще полностью в воду погружаться. Если она не будет, то прослужит она пару лет точно. Если будет воду погружаться, значит, через годик надо опять её перебирать. Субтитры подогнал «Симон»!